На Уралмаше освоены новые прогрессивные формы коллективного труда, комплексные бригады. В их составе рабочие разных профессий. Занятые одним делом, они резко, в среднем на 15-20%, увеличили производительность на своих участках, повысили качество продукции. Одну из бригад возглавляет лауреат государственной премии Анатолий Токминов. Сама работа или сам труд диктует такую форму, чтобы трудиться сообщат. Если, например, раньше до бригады каждый рабочий работал обособленно, работал, как говорится, на свой карман. Сейчас же этот же рабочий заинтересован не только в своем труде, но и в труде товарища. Бригада работает в один котел. И вот на совете бригады мы это все прикидываем и распределяем ориентировочно так называемый коэффициент трудового участия каждого рабочего. Мы подходим к распределению заработной платы по отношению к труду. И за каждый коэффициент идет такое голосование. Наказание, которое мы делаем, управляемый коэффициент трудового участия, у нас является очень действенной мерой. Потому что за это наказание голосуют все. То есть даже твой друг может проголосовать за то, чтобы тебе снесли коэффициент. Коэффициент. Коэффициент трудового участия, он является стимулом к тому, чтобы работать лучше. Бригада дружна, как никакой другой рабочий коллектив на заводе. Все-таки шахматы есть шахматы. Если я день проведу, не взгляну на какую-то позицию, это для меня день, считаю, неполноценным, что ли. Пять человек из бригады являются членами шахматной команды нашего цеха. И вот получается, что наша бригада только отстаивает спортивную честь по шахматам за наш цех. Вот это общее наше увлечение как-то сближает нас всех. Уралмашевцы с готовностью делятся опытом организации комплексных бригад. В третьем году десятой пятилетки в новых бригадах будет трудиться на заводе каждый второй. Сейчас, по примеру уралмашевцев, в области уже создано свыше 60 тысяч таких бригад. Субтитры создавал DimaTorzok